Я его любила больше всех. Он мне как был, как мама, как папа, как брат был мне. Его всегда поддержка была для меня самая главная в жизни. Учил меня защищать саму себя. Мы с ним боролись дома всегда. Я одевала его кимоно, и мы вместе боролись. И он мне рассказывал, как нужно защищать себя, как не давать себя никогда в обиду. Он знал все мои секреты, все мои тайны от мамы. Он все знал. И никогда не рассказывал ей. Я не помню, какие-то только соревнования были, но я помню, это вроде была Олимпиада. Про Олимпийцы. И он поехал. Я ему сказала так, чтобы выиграл мне. Чтобы золото привез. Он такой, сестренка, я постараюсь. Он поехал тогда. Я помню, мы с мамой сидели. Я, папа, мама. Мы сидели, мы все так переживали, чтобы он что-то выиграл, чтобы у него все получилось. Ну и потом мама мне говорит... Я была в школе тогда. Мама звонит такая. Дима выиграл. Я говорю, что? Мама говорит, он выиграл бронзу. Ну, сам победил. И выиграл серебро по команде. То есть ихняя команда заняла второе место. Он приезжает, я так... У меня эмоции, все. А он всегда приезжал и привозил мне много-много сладостей. То есть он всегда, когда ездил за границу, он мне привозил такой прям забитый весь чемодан всего вкусного. Икру привозил мне. Я просто сижу, помню, дома он приходит. Я такая... Я тебя поздравляю. Он такой, ну, не золото. Я говорю, ну, ничего. У тебя еще есть время добиться золота. Я буду все равно верить в тебя. Сколько он не проигрывал, он всегда себе говорит, что я буду лучше. Я выиграю, я это сделаю, все будет хорошо. И шел дальше. Субтитры сделал DimaTorzok